эй, вообще-то у нас сейчас важный урок! Сара, вы не видите, что Рэйчел развлекается? а вы вообще, кто такая? я, если что, персональный агент мисс Рэйчел я сейчас пойду к директору и такое устрою! Мэдди, чего она разгралась? извините, мисс Рэйчел, она говорит, что пожалуется директору! как меня достала эта ботанша! это точно! даже не дает потусоваться! вы разве не понимаете, что школа это место для знаний? бла-бла-бла, как все скучно! вот я сейчас как пойду, как расскажу! Рэйчел, может сделаем все проще? ладно держи, ни в чем себе не отказывай и что это? мы сейчас тусуемся, а ты нам не мешаешь эм, ладно как хорошо, что все в этом мире можно купить нужно будет, чтобы ты нам еще купила решение о домашке а то я ничего не выучила без проблем а сейчас можно просто тусоваться Мэдди, включите нам музыку будет сделано эх, какая я все-таки красотка! ничего себе! какой же он классный! Кевин, тебе тоже нравится мой новый макияж? эм, нет мне нравится это! ес! Кевин, а как же я? Рэйчел, запомни, я люблю только себя! ты только представь самая популярная девочка и самый популярный парень у меня таких как ты полно а я у себя один такой Кевин! а может ты сходишь со мной куда-то? а ты куда лезешь? ты же бедная ботанца вот именно такой красивый, а такой невоспитанный Кевин, хочешь я тебе машину подарю? или что-то другое? Деньгами ты меня тоже не подкупишь а еще не умею готовить и вообще я самая классная а еще ладно хватит с вас насмотрелись на такую красоту как я так, надо срочно сделать как-то так чтобы Кевин был мой так, завтра важная контрольная Кевин точно не справится без меня и влюбится так, у Рэйчел есть много денег и она запросто сможет получить внимание Кевина но он должен достаться только мне нужно сделать что-то такое чтобы она лишилась всех денег и популярности ну и конечно же все досталось мне так, мне срочно нужны изменения зачем это вам? вы и так прекрасны ты ничего не понимаешь популярные девчонки постоянно должны быть в тренде ну вы же знаете мы можем сделать все что нужно так, мне нужно срочно посоветоваться со своими подписчиками так, что тут у нас? о, я хочу увеличить себе губы может не нужно? это очень опасно ты просто посмотри это же так красиво мне ваши натуральные губы нравятся намного больше ты не понимаешь с такими губами не только подписчики будут рады но и Кевин будет мой Кевин, Кевин давайте вам найдем другого классного парня Мэдди, я плачу тебе деньги, чтобы ты делала все, что я тебе скажу эээ, хорошо, хорошо прямо сейчас запишу вас к мастеру так бы и сразу блин, я тоже хочу быть как эти девчонки что же такого придумать? точно! я же могу увеличить губы в домашних условиях самое главное, их долго держать, чтобы был шикарный результат Ну и где ты сделала такие шикарные губы? Ну, конечно же, у самого лучшего мастера Подружка, может, ты мне оплатишь такую процедуру? Как же мне не нравится эта Луиза С чего бы это? Ну, я хочу, чтобы мы с тобой были самые крутые Ну уж нет Мэдди, контакты нашего мастера никому не давать Я должна быть одна такая О, конечно-конечно, мисс Рэйчел Но, Рэйчел, ты же у меня самая классная подружка Я надеюсь, ты не дружишь со мной только из-за денег? Нет, ты что? Вот и хорошо А то бы мне пришлось искать новую подругу Фу, какая противная Батанша, что это ты там прячешь? Ничего Если ты не покажешь, мы сами посмотрим Вот именно В общем, вот Ты что, с кем ты долго целовалась? Ты ее, наверное, в пылесос засасала Ага, а вот и нет Я просто на разными способами увеличивала губы Как хорошо, что у меня полно денег, чтобы делать все у нормального мастера Привет, девчонки Кевин Это что с вами? Вообще-то у меня самые пухлые губы в школе Такое чувство, что вы где-то столкнулись Как хорошо, что я этого не сделала Теперь гэвер точно мой Так, Мэдди Срочно звоним мастеру И говорим, что он вернулся на место Слушай, с мисс Рэйчел Подружка Спасибо, что пригласила к себе домой Вообще, я хочу с тобой посоветоваться Да, конечно Я хочу продать этот дом И купить что-то еще больше Но у тебя тут 10 комнат, и ты одна Но у меня так много денег Я не знаю уже, куда их девать Ты можешь поделиться со мной Это неинтересно За мной еще фанаты проследили Теперь знают, где я живу Да уж, это огромная проблема Ладно Пойду скажу прислуке, чтобы что-то приготовила Ну что, сейчас я ее избавлю от проблем и популярности Так, удалить этот аккаунт Вот и готово Ну и где же это, Рэйчел? Надо немножко подождать А пока я принесла нам лимонад Спасибо Кстати, нужно срочно сделать историю о нашей встрече Может не сейчас? Что? Куда исчез мой аккаунт? Ой, Рэйчел, что-то случилось? Мой аккаунт удален Но как это произошло? Не знаю Твой телефон лежал и его никто не трогал Ладно, Рэйчел Нужно всегда оставаться спокойной Сейчас опять создадим новый профиль И у меня будет миллион подписчиков Блин, не сработало Ну ничего, придумаем что-нибудь другое Ты представляешь, он просто взял и исчез Может обратимся в полицию? Нет, не думаю, что полиция будет заниматься инстаграмом Точно! У нас же есть скрытые камеры Вы что, кого-то подозреваете? Мне всегда не нравилась эта Луиза Она же моя лучшая подруга Ну не знаю, она подозрительная Надеюсь, с вашей популярностью все будет в порядке Мэдди, не переживай, на меня уже подписалось много людей Я же самая крутая девчонка Главное, чтоб деньги у вас не заканчивались А сейчас пора сделать новую фоточку Секунду Ничего себе! Эээ, Мэдди, выкинь этот топик Он мне уже не нравится Ну, может вы его еще как-то оденете? Ну ты же знаешь, я ношу вещь только один раз Так что выкинь это Будет сделано Ох уж эти богатенькие Так, что-то у меня мало вещей Мэдди, надо будет купить что-то новенькое Эх, какая прекрасная погода Эй, что это такое? Нужно чаще гулять Такие вещички с неба прилетают Как же все-таки хорошо, когда у тебя много денег Когда я уже дождусь, чтобы мне все угождали Рейчан, еще долго? Ты можешь ничего не делать, но тогда денег ты тоже не получишь Ладно Эээ, Луиза, а ты не знаешь, случайно, кто удалил инстаграм Рейчел? Я? Нет, конечно, я не при делах Мэдди, успокойся Я не могу подозревать свою лучшую подругу Как скажете, мисс Рейчел Фух, кажется, пронесло Всем привет Где-то я этот топик уже видела Так это же тот топ, что я сказала выкинуть Сара, ты что, решила доносить вещью за Рейчел? Ха-ха-ха Кто виноват, что она выбросила такую крутую вещь? Фух, не пропадать же добру Да И как ее такую бедную пропустили в эту школу? Что-то у меня так болит спина Сара, не хочешь подработать? Конечно, хочу А что нужно делать? Хочу массаж Здесь я нужнее Я лучше почитаю А если так? Ну ладно Массаж так массаж Что ты там держишь целое утро? Так, сегодня у меня вообще-то важный день В смысле? Я хочу пригласить Кевина на свидание Рейчел, это же неправильно Мальчики приглашают девочек, а не наоборот Ничего не хочу слышать Самый крутой парень должен быть моим Нужно срочно что-то сделать, чтобы этого не случилось Эй, девчонки Вы сделали домашку сегодня? Нет, но у меня для тебя есть кое-что получше И что же это? Рейчел, может не стоит? Это от тебя И что это? Ты зовешь меня на свидание? Да, все будет на высшем уровне Ну, я обещаю подумать Отлично До скорой встречи Блин, и что же такого сделать, чтобы он с ней не пошел? Луиза, так ты тоже не сделала домашку? Нет Лучше бы эти девчонки для меня что-то нормальное сделали Точно Вот и готова Кэрин Что тебе нужно? Тоже на свидание или автограф? Да нет, тут тебе Рейчел еще подарочек передала Сказала, что ты оценишь О, подарки я люблю Что тут у нас? Это что, шутка? Пакет с пеной для бритья Это уже перебор Кажется, мне удалось его разозлить Ну, я еще покажу Вот и все Свидание точно отменяется Какая же я все-таки молодец Как же хорошо, что есть спорт Могу всю злость оставить тут Кэрин Как хорошо, что я тебя тут нашла А тебе чего? Я тут долго думала и решилась Ну, давай быстрее Чего тебя не видишь? Я занят Может, сходим куда-нибудь? Это отличная идея Вот, держи пригласительное Жду тебя по адресу Это что, правда? Да, да Ты меня зовешь в ресторан? Конечно, только без опозданий Я приду еще раньше, чем нужно Вот это глупая Благодаря ей я там всего раньше Не верится, что у меня будет свидание с самим Кевином А еще я наконец-то покушаю А то пару дней ничего не ела А ты что здесь делаешь? Это не твое дело Вообще-то я заказала этот столик для нас с Кевином Эй, это меня Кевин пригласил Тебя? Мэдди, ты слышала это? Сара, если вы не выйдете, то мне придется вас вывезти Ну, у меня даже приглашение есть Вот Что? Это же та самая записка, которую я написала Кевину Это ты ее украла Но мне ее дал Кевин Мисс Рэйчел Думаю, Сара тут ни при чем Вот именно Он что, меня обманул? Не только тебя Эй, ты что, голодная? Эй, совсем немного Ладно, так уж и быть Мэдди, иди закажи нам что-то Уже бегу Хоть не зря пришла Спасибо тебе Так, не нужно думать, что мы с тобой подружки Да-да, я все понимаю Вот и хорошо Так, наконец-то время обеда Фу, чем это так воняет Мне кажется, или это еда Сары Эй, это вообще-то просто сэр Сэндвич А сколько он у тебя хранился? Даже не хочу знать Вот мы с Рэйчел на ПП А это что вообще такое? Правильное питание Не забивай себе голову У тебя же все равно нет денег Чтобы покупать все свежее и вкусное Ага, как это делаю я Эх, зачем оно вам? Фу А что это тут за запах такой? О, Кевин Угощайся салатиком Эм, нет, спасибо Ну ладно Сама съем Так, нужно срочно что-то придумать О! Кевин, смотри Ах, вот откуда был этот запах Ну я же так старалась Спасибо, конечно, Сара Но я это, пожалуй, кушать не буду Девочки, запомните Я самый крутой парень И меня не каждая девочка может добиться Мне показалось Или он намекнул на меня Ну что, сэндвич Придется ли я тебя съесть? Как хорошо, что это последний урок А то мне еще в салон красоты А я бы вечно могла смотреть на этого красавчика Кэнна Луиза, ты что-то сказала? Эээ, нет, нет, ничего Так, нужно срочно привлечь его внимание Точно Теперь он точно меня заметит Что это она делает? Сара, ты что, совсем ненормальная? Ой, да это я так случайно Как же меня бесит эти ботанши Ура, пацаны, заговорил Кстати, Кевин Чего тебе? Это у тебя скоро день рождения? Ну, вроде как Да Может, пригласишь меня? Эй, а я? Ладно, нас А я не собираюсь праздновать Ты хоть представляешь Сколько нужно девчонок пригласить? Я бы тоже так хотела к тебе на вечеринку Вот-вот Придут такие, как Сара, тысячи Мне там драка девчонок не нужна Эй, а что со мной не так? Луиза, пошли У меня есть гениальная идея Эмм, ты о чем? Сейчас все расскажу Ну так что ты мне хотела рассказать? Слушай, так как у Кевина скоро день рождения Я хочу устроить ему вечеринку Но он же сказал, что не будет праздновать Вот именно Поэтому я приглашу ребят только со школы И я тоже? Ну, конечно Тогда это неплохая идея Это будет самая крутая вечеринка, которая у него была И где ты хочешь все организовать? Это вообще не проблема У меня же куча денег Ради того, чтобы Кевин стал моим парнем Я готова на все То есть ты делаешь все для того, чтобы с ним встречаться? Ну, конечно Кевин же парень моей мечты Да уж Не знаю, или это разумно Кстати, хочу сегодня подсидеть в бассейне Поедешь со мной? Эмм, наверное, нет Что-то плохо себя чувствую Ладно, потом еще раз все обсудим А то меня Мэдди уже ждет Пока-пока Нужно срочно сделать так, чтобы Кевин ей не достался Спасибо, Мэдди, что заказал этот крутой кобли Вы же знаете За деньги мы можем сделать все, что угодно Жалко, что только у Луизы не получилось прийти У нее что-то случилось? Сказано, что плохо себя чувствует Так, я же еще забыла проверить скрытые камеры Эмм, ты что-то сказала? Нет-нет, отдыхайте не с Рэйчел У-ху-ху Так, тут я точно смогу заработать денег Это же местечко до богатых Мэдди, мне кажется, или это моя бедная одноклассница Сара? Эм, да, это точно она Но что она тут делает? Эм, сейчас все узнаем Сара! О, ничего себе! Какие люди! И как ты вообще попала в этот дорогущий комплекс? Я сюда пришла не развлекаться, а зарабатывать деньги Эм, в смысле? Я буду тут богатеньким продавать самые лучшие фрукты Не хочу тебя огорчать, но на сегодня этот комплекс мой Блин, это что, мне придется искать другую точку? Ладно, Мэдди, выкупите эти фрукты по хорошей цене Только чтобы нам не мешало Эм, конечно, мисс Рэйчел Эм, сколько мы вам должны за это все? Эм, примерно 1000 долларов Да уж, бери все и не мешай моей начальнице Спасибо огромное! А вот теперь можно хоть нормально погусить Так, это срочно нужно выучить на завтра Эй, Сара, сколько ты можешь это читать? Всегда? Я и дня не могу без любимой книги Да уж, быть батаншей это, наверное, приговор Так, а теперь самое время раздать объявление Эй, Рэйчел, что это ты там делаешь? Я же говорила тебе за вечеринку Вот хочу раздать объявление А что это за тусовка? Ну точно не для тебя А вход бесплатный? Ага, только там будут самые богатые люди Тебе на этой вечеринке точно не место Так, после уроков нужно узнать все подробности Эй, девчонки, о чем вы тут разговариваете? Мешайте мне музыку слушать Кевин, ты первый получишь приглашение Что это? Ну там же все написано Ты что, устроила тусовку в честь моего день рождения? Ну да, я же надеюсь, ты придешь? А это все за твой счет? Ну конечно Тогда точно буду Вот и хорошо Так, нужно срочно что-то делать А то с такими темпами Кевин точно начнет встречаться с этой Рэйчел Сейчас мы реально посмотрим Кто удалил страницу в инстаграме Рэйчел Так, что тут у нас? Вот, что и требовалось доказать Я была права Нужно срочно показать это Рэйчел Рэйчел В общем, да Жаль, что тебя не было на этой вечеринке Давай не об этом Ты мне лучше расскажи, что ты придумала день рождения Кевина Ну как что? Я хочу сделать самую грандиозную вечеринку в его жизни Я не об этом Расскажи, как ты собралась сделать так, чтобы он стал твоим парнем А это тебе зачем? Да так просто интересно Пусть это останется моим секретом Откуда я знаю? Может быть, ты тоже в него влюбилась? Я? Ты что? Он мне ни капельки не нравится Вот и хорошо Как хорошо, что Луиза здесь Здравствуйте, Мэдди Сейчас посмотрим, как вы будете улыбаться Мэдди, что-то случилось? Вот, смотри Тут видно, как Луиза удаляет ваш аккаунт в инстаграм Что? Зачем ты это сделала? Ну я... мне просто... Да как ты вообще посмела? Ты же знаешь, как моя страничка мне дорого А я вам говорила, что она реально подозрительная Я тебя больше видеть не хочу А знаешь что? Так тебе и нужно Меня бесило то, что ты всегда лучше И да, Кевин будет мой Так ей еще и Кевин нравится Вот видите Я вам говорила, что она не очень хороший человек Спасибо вам, что открыли мне глаза Это моя работа А теперь можно мне просто побыть наедине? Конечно, конечно Так, и что делать, если у меня с одеждой только запасные носки? А что, если немного поклеотилить? Не думала, что я смогу сделать такую красоту Теперь Кевин точно обратит на меня внимание Как хорошо, что я сделала дубликат ключей от всех дверей Рэйчел Так, а вот ее любимая палетка Добавим немного красителя в каждый из цветов Посмотрим, как с таким макияжем она покорит Кевина Блин, нужно срочно прятаться Не верится, что уже сегодня вечером Кевин будет мой Сейчас немного подправлю макияж И можно будет идти Блин, что это с моей любимой палеткой теней? Ладно, пойду к лизажисту Пускай это все исправляет Фух, получилось Как жаль, что краситель держится целые сутки И визажист ничего не исправит Ну и как мне с таким ужасным макияжем встречать гостей? Надеюсь за неоном цветом это никто не увидит Эм, мисс Рэйчел, не переживайте так Вы всегда прекрасны Привет, бывшая подруга А ты что тут делаешь? Это моя вечеринка Ты что, забыла? У меня же есть персональное приглашение Моя начальница Рэйчел не хочет вас видеть А меня это не интересует Я тебе сказала, что ты здесь не останешься А я не буду спрашивать у тебя разрешения Да ты меня уже не спрашивала Как мне вынести этот день? Какая эмоция! Ничего себе, как тут круто! Ее же не нужно рассказывать А ты что здесь делаешь? Эм, Сара, мисс Рэйчел запретила что-то входить к посторонним Но я же ненадолго Ладно, Мэйди, пусти ее Хоть кто-то будет здесь нормальный Вот видите, меня впустили Вот к какому уровню ты опустилась Что начинаешь общаться с Сарой Лучше с бедной потальше, чем с тобой О, привет, девчонки Кевин Я так рада тебя видеть Эм, Сара, ты как раз мне и нужна Эм, мне просто нужно было давно выкинуть бумажку в мусор Эй, ты чего? Я думала, ты хочешь со мной потусить? Извини, но нет Так, может, со мной потанцуешь? Не слушай ее, она вообще скоро уходит А где остальные девчонки? Ты же говорил, что не хочешь их всех видеть Глупышка, я просто не хотел тратить свои деньги на организацию Что? Так это все из-за денег? Ну точно не из-за чувств Так как здесь только вы, делать мне здесь нечего Кевин, подожди Как все-таки хорошо, что я не с Кевином Я бы не вынесла его противный характер Ага, а я так старалась Столько денег потратила И что, все зря? Так что, может, заступим? А что, давай Конкурсик самый красивый и умный человек в мире Побеждает Макс! Ура! Ура! Моя мечта сбылась! Это мой лучший друг! Макс, мы тебя любим! Макс самый лучший! Да, сколько можно уже звонить? Блин, я же опоздаю! Успею, 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 успею Успею, 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 успею Ботан, лови! Ты чего не ловишь? Мой проект по математике Стайлер, хороший бросок! Миша, простите за опоздание Проходи, все равно вас только двое Привет, а ты чего опаздываешь? Я уже думала, ты заболел Заболел? С чего бы это? Ну ты только по этой причине пропускаешь занятия А, да нет Вчера просто делал проект по математике Это поздно Проспал Их было 10, а я один Я одного, второго, третьего А мы вам не мешаем? А, нет Четвертого И так всех, короче Вот это ты крутой! У нас как бы занятия начались Я мешать не буду Вот так Ботан, свали мое место Почему в этом мире решает только сила? Ну, не только Еще и деньги Ну, раз уже все пришли Можно начать занятия Вот это смешно упал, да? Стайлер А тебя ничего не смущает? Вы тоже хотите посмотреть? Убери телефон на занятиях Вы такая зануда Сейчас к директору пойдешь Все, молчу, молчу Слышь, ботан Будешь писать вместо меня? Что опять? Ты сам не можешь? Нет, не могу Я сказал, ты будешь Ладно Ну Что? Может ты тетрадь дашь? Где я писать буду? Тетрадь? Я похож на того, у кого тетради есть? Нет, не похож Ну вот попроси у кого-то другого Каждый день одно и то же Сценарии вообще не меняются Да ладно, недолго осталось Скоро же выпускной Я уже не могу дождаться Извините Макс, тут учиться? Да, тут Это я О, отлично Ты мне и нужен Зачем? Это твое? Да Я это еще в младшей школе сделал Это гениально Спасибо Спасибо А вы кто? Еще один ботан Только взрослый Я из Всемирной Ассоциации Ученых Прям с той самой? Да-да Для меня это честь Мы приняли решение Наградить тебя Нобелевской премией Вы шутите? Нет Мы же прислали тебе письмо с приглашением Но ты не приехал Ааа, я думал это шутка чья-то Нет Поэтому мне пришлось тебя самому искать Я об этом мечтал всю жизнь Поздравляю Теперь это твое Удачи Стойте А это что? Как что? Это деньги Какие деньги? Ого Эй, я тоже хочу Эту вашу премию Ее дают Только за Невероятное открытие А судя по тебе Для тебя даже и буквы в книжке Открытие Удачи Я таки не поняла Это что было Ты видела? Ага В жизни столько денег не видела Интересно Сколько там? А это мы узнаем Макс, я тебя поздравляю Слышь, ботан А что нужно сделать Чтобы столько денег получить? Ну, для начала Хотя бы читать научиться Эээ, это сложно Это что? Я теперь миллионер? Может я опять сплю Эээ, Макс Как дела? Ну, скажем Отлично Ну да Было бы еще по-другому Ээ, слушай А ты уже придумал Куда потратишь деньги? Да Еще нет Времени как-то не было Ой, ну да Такие большие деньги Наверное, сложно придумать Куда их потратить Эээ, всегда мечтал А за из собственной Лаборатории Ой, лаборатории Как-то это скучно У тебя такие деньги А ты хочешь потратить их На какую-то ерунду? Так, а куда их потратить? Ой, раз уж ты так просишь Что мы тебе поможем Да Только за небольшую плату Поможете потратить деньги? Да, мы в этом мастера Да, а то потратишь их Непонятно как Ну ладно О, вот мой братан А тебе чего надо? Я к своему другу пришел К другу? Когда это он твоим другом стал? Он всегда им был Правда, дружище? Слушай, я тут узнал, что пацаны С другого класса зуб на тебя точат Чего делают? Ну, типа хотят разобраться с тобой Серьезно, блин? А что я сделал? Не знаю Но я могу тебе помочь Правда? Поможешь? Ну, конечно Мы же друзья Спасибо тебе, Тайлер Да Вот только мои услуги охранника Стоят недешево Ага, без проблем У меня денег теперь достаточно Главное, чтобы меня не трогали Вот это другой разговор Можно меня положиться, дружище? Тайлер А что это за пацаны? А ну, такие большие Сильные Очень сильные Ты еще таких не видел Ну, все, если что, звони Как хорошо, что Тайлер защитит меня от них Ну все, пошли Время тратить деньги Девочки, а вы уверены, что это все нам надо? Ну, конечно Много вещей не бывает Особенно таких дорогих Ну, ну ладно Макс! О, Лейла Ну, как жизнь миллионера? Ну, пока что только привыкаю А что это у тебя такое? А, это купил в магазине Так, зачем тебе женские платья? Девочки, а зачем мне женские платья? Ну, что за глупые вопросы, Макс? Они нам очень нужны Эм, нужны Макс, братан Короче, я все порешал Что порешал? Ну, с теми пацанами О, спасибо большое Да, вот только они согласились тебя не трогать при одном условии Каком? Ну, если я им куплю новую приставку Фух, отлично Но проблема в том, что у меня нет денег на новую приставку Вот, конечно Держи Красава, Макс Теперь считай, что ты в безопасности Эм, это что было? Эм, Тайлер меня защищает от ребят с другого класса А, а зачем тебя от них защищать? Эм, Тайлер сказал, что они на меня зуб точат Что? Эм, ну, типа хотят разобраться со мной Так а что ты им такого плохого сделал? Я не знаю Макс, ну ты долго Времени мало Ладно, я пойду А то нужно еще деньги тратить Привет, Лайла Эм, здравствуйте, мисс Эмма Слушай, а ты Макса не видела? Так он ушел только что Эх, не успела А что вы хотели? Да так, не важно Ну, вроде бы все верно Теперь клуб ваш Крутяк Свой личный диско-клуб И диско-шар есть Прямо как мы хотели Девочки А зачем нам диско-клуб? Ты чего? Это же круто Представляешь, какие мы тут будем вечеринки устраивать Ну, я как-то не люблю вечеринки Ну, если не хочешь, будем тусить без тебя Опа, фоточка с нашего нового диско-клуба Отлично Девочки, я думаю, что платье Я тоже носить не буду Отлично, тогда давай нам будет больше Кто это купил тут свой диско-клуб? Я Круто, но ты забыла о самом главном Точно, нам надо позвать диджея Братан, клубу нужна охрана, понимаешь? Понимаю И я, как твой друг, решу эту проблему Вот так Теперь считай твой клуб в безопасности Спасибо Ладно, я уже пойду Домой пора Да, давай, до завтра И зачем мне диско-клуб? О, Макс Какая неожиданная встреча И правда Слушай, Макс Ты ведь любишь свой колледж? Ну, конечно А хочешь, чтобы он стал еще лучше? Странный вопрос, миссис Эмма Так вот Ты бы мог помочь в этом Конечно А как? Я думаю, нашему колледжу Не помешал бы хороший ремонт И новые кабинеты Это отличная идея Да ведь только денег у нас нет Сам понимаешь Зарплата учителя Ну, для колледжа ничего не жалко Этого хватит? Конечно, хватит Спасибо Да, сегодня очень странный день Лягу сегодня пораньше спать Ну, как тебе? Супер Новые шмотки просто отпад Думаю, в нем и пойду на вечеринку Как же повезло, что ботан стал миллионером Ага А еще что он такой наивный? Слушай, а тебе не кажется Ходить с такими дешевыми телефонами Просто зашквар? Согласна Хочу себе новенький айфон Да, вот только денег нет Он даже есть ботан-миллионер Это все-таки был не сон Максик, доброе утро Привет, девочки Эй, а ты куда? Как это? На занятия А ты что, не знаешь? Нет, а что? Занятий не будет Почему? Что-то случилось? Мисс Эмма улетела на Мальдивы в отпуск Ого, а говорила, что у нее зарплата маленькая Поэтому вместо занятий можем пройтись по магазинчикам Отличная идея, Софи Пошли Пошли Привет, Макса не видела? Нет, не видела Блин, думал он тут А ты чего здесь сидишь? Ну, вообще-то занятия А, забей, мисс Эмма не придет А где она? Не знаю, сказали, что ее не будет Ладно, пойду Макса найду Девочки, зачем мне аж три айфона? А тебе что, не надо? Но мне бы одного хватило О, отлично А я как раз себе айфон хотела И я, спасибо, Макс Кушать хочешь? Да не особо Ты чего, после похода по магазинам нужно поесть Уже выбрали, чтобы эти заказывать? Эм, пиццу, две Макс, ты будешь? Нет, спасибо Две пиццы О, Макс, наконец-то нашел тебя Привет, дружище Да, да, привет Слушай, тут такое дело, эти пацаны с другого класса вообще уже обнаглели В каком смысле? Им уже приставки мало, представляешь? Да, им правда обнаглели Я не могу понять, что я им сделал Ой, не знаю, но они очень злые Что, прям сильно злые? Ага, ты бы их видел И что делать? Они хотят очки виртуальной реальности А где их взять? Я уже нашел магазин, где они продаются Надо только деньги Ага, конечно, сколько? Вот этого хватит Все, братуха, можешь спать спокойно Ваша пицца Эм, Макс, подожди минуточку Мы сейчас придем Рэйчел, ты куда? Пицца! Пошли, это срочно Рэйчел, куда мы идем? Сейчас все узнаешь Слышь, ты, охранник недоделанный Ты что творишь? Ты о чем? Не прикидывайся, какие пацаны с другого класса? А, ты об этом классно придумал, да? Нет А, так никаких пацанов нет? Софи, ты что, только поняла? Он ботана дурит, чтобы деньги ему давал Ну а что? У него их и так много А он их на ерунду какую-то потратит Не лезь к ботану! А вы чего за него переживаете? Или вы хотите рассказать, откуда у вас новенькие айфоны? Не твое дело, если не хочешь проблем, не подходи к нему Это мы еще посмотрим, у кого будут проблемы Макс, привет! Привет, Лейва! Ты где так часто пропадаешь? Да так, даже не знаю Ты в курсе, что занятия отменили? Да, мисс Эмма на Мальдивы улетела Ого, а говорят еще, что учителя мало зарабатывают А зачем тебе аж две пиццы? А, это не мне Так, ты чего на мое место села? Пиццу нашу захотела? Это она, Макс, купил Да не нужна мне ваша пицца Тогда все, иди отсюда Короче, Макс, мы тут подумали И у нас появилась супер гениальная идея Какая? Скоро покажем Не хватает Макс, нужны еще деньги Так, ого, а теперь хватает Так, вот, держите ваши ключи Удачи Девочки, а зачем мне такой большой дом? Макс, вот ты вроде умный А такие глупые вопросы задаешь? Угу Ты посмотри, сколько здесь места Да это целый замок Какой здесь удобный диванчик Девочки, вы так и не ответили Зачем такой большой дом? Жить, Макс Без предков, кайф Ну мне и с родителями нормально Ну вот и живи с ними А мы с Офи здесь будем Ну да, все равно не хочешь жить сам Чего, дом будет стоять без дела Ого, вот это, конечно, дворец А он что тут делает? Ты чего пришел? А вам какая разница? Я к своему другу пришел Поздравляю с такой покупкой Спасибо Наверное, дорого? Ну да, очень А слышал, тут соседний дом недавно ограбили Что, правда? Да, все деньги украли А если и мой дом ограбят? Точно, и такое может быть Но ты же знаешь, что твой друг тебе поможет Вот, подпиши Что это? А это так, формальность Отлично Теперь официально охраняет тебя и твой дом Что? Ты не обнаглел? Да, это не твое Тысяча долларов в день? У меня солидное бюро Работают профессионалы Да, Рэйчел Я не хочу, чтобы мой дом ограбили Зачем платить этому профессионалу? Когда полиция ловит воров бесплатно Но полиция не всегда может успеть А я всегда на страже порядка Ну все, братан Можешь не париться Твой дом в надежных руках Слушай, он меня уже достал И не говори Ботан наш Ох, как же устал сегодня Фух, а оказывается Жизнь миллионера не такая уж и легкая Тук-тук О, Лейва Что-то случилось? Только не говори, что ты забыл Забыл Но мы же договаривались сегодня делать проект по биологии Блин, точно Прости, Лейва Да, ладно, ничего Я все принесла Может, давай в следующий раз Я что-то устал сегодня Ха, ты что, работал? Ну это типа шутка Ты же миллионер Тебе не нужно работать А, да нет Эти магазины Покупка дома Так утомили Чего? Какого еще дома? Ну я купил большой дом Зачем? Девочки сказали, что надо купить В смысле девочки сказали? Ну они мне помогают правильно тратить деньги Не покупать всякую ерунду Макс, это конечно не мое дело Но тебе не кажется, что это максимально тупо? Не знаю Но они же просто пользуются тем, что ты миллионер Да ну, они же мои друзья Что-то я раньше не замечала вашей большой дружбы Может, ты и права Можно вопрос? А что ты еще купил? Диско-клуб и еще три айфона Зачем тебе три айфона? Да, ты точно права Хм, что бы нам еще такого купить? У меня уже фантазия не работает Ага, не думала, что миллион будет потратить так сложно А может... Нет Что? Может нам купить кинотеатр? Точно! Свой личный кинотеатр! Не надо будет платить за билеты Софи, да ты гений! Девочки! О, Макс! Ты как раз вовремя! Слушай, мы тут такое придумали! Нам нужен кинотеатр! Зачем вам кинотеатр? Ну, сам подумай! Можно смотреть любые фильмы! И когда захочешь! И не надо платить за билеты! Девочки, я вот хотел поговорить насчет этого! Лейла говорит, что вы пользуетесь мною! Что? Да как ты мог только об этом подумать? Это мне Лейла сказала! И что, ты ей поверил? Ну, если честно, зачем мне диско-клуб и такой большой дом? Ну, мы же тебе говорили! Мы же такого не могли сделать! Мы же друзья! Ну, раньше мы не были друзьями! Пока у меня не появились деньги! Просто ты раньше не был таким крутым чуваком! А сейчас ты уже не ботан, а крутой чел с диско-клубом! Правда? Ну, конечно, Макс! Как ты вообще мог поверить, что мы тобой пользуемся? Ну, не знаю! Лейла сказала! Да она просто завидует! Ага, что тебе дали эту премию, а не ей! Никогда бы не подумал, что Лейла может такое сделать! Как хорошо, что у тебя есть такие друзья, как мы! Ну, так что там с кинотеатром? Вот это я понимаю! Круто! Свой личный кинотеатр! Ага! Вот только мне этот фильм не очень нравится! Ты что? Это самая лучшая драма! Слезы дождя! Может, посмотрим какой-то научный фильм? Научный? Скучно! Давай лучше без нас посмотришь! Дружище! Опять он! Как он узнал, что мы тут? Ой, он, наверное, фотку в инстаграме увидел! Что же это ты купил кинотеатр и мне ничего не сказал? Да как-то не успел! А вот если бы я не узнал, знаешь, что могло бы произойти? Что? Что-то очень страшное! Слушай ты, не мешай смотреть фильм! Я тут по важному делу! Макс, твоему кинотеатру нужен охранник! А зачем охранник в кинотеатре? Ну, ты чего? А если кто-нибудь захочет пронести с собой сладости? Или пройти без билета? Ну да, точно! Макс, ну ты, конечно, странный! Ты должен был первым делом меня позвать! Мне этот талер уже надоел! Пару зеленых купюр и в твоем кинотеатре лучший охранник! Отлично! Ну все, я не буду мешать смотреть фильм! Круто! В киноху сходили! Ну все, до завтра, дружище! Пока-пока! Ой, Макс, привет! О, мисс Эмма, вы вернулись! Да, слушай, Макс, тут такое дело! Лежала я на Мальдивах и подумала, нам в колледж нужна современная лаборатория! О, это вы круто придумали! Но денег на нее нет, могу только тебя просить! Ну, ради такого мне ничего не жалко! Спасибо, Макс! И передай всем, что занятий не будет! Пару дней! Пока деньги не кончатся! Макс, зачем ты ей денег дал? Мисс Эмма хочет сделать в колледже современную лабораторию! Серьезно? Да, и просила передать, что занятий опять не будет! Ага, понятно даже почему! Слушай, а ты ей до этого деньги давал? Да, она просила на ремонт колледжа! Ну, теперь ясно, как она на Мальдивы полетела! Ты о чем? Макс, ну не тупи! Ни на какой ремонт ей деньги не нужны! А зачем она тогда просила деньги? Ты серьезно сейчас? Откуда у нее деньги полететь на Мальдивы? То есть ты хочешь сказать, что она меня обманула? Ну, конечно! Но ведь она учитель! Она никак не могла меня обмануть! Ну, как видишь! Кстати, а ты где был? Я к тебе заходила! Я в кино был! Купил целый кинотеатр! Целый кинотеатр! Зачем он тебе? Ну, чтобы смотреть любые фильмы, которые захочу! И билеты не покупать! Ха! Это тебе так Софья с Рейчел сказали? Ну, ну да! Макс, я в шоке! Я же тебе говорила, что они тобой просто пользуются! Они сказали, что мы лучшие друзья! Не потому что я миллионер, а потому что я крутой чувак! А ты просто завидуешь! Да чему завидую? Что я получил Нобелевскую премию, а не ты! Макс, да я наоборот рада за тебя! Я же твой настоящий друг, а не как Эти! Рейчел, Софи говорят, наоборот! Да они все что угодно тебе скажут! Лишь бы ты тратил на них свои деньги! Лейла, перестань на них наговаривать! Ты просто завидуешь! Да, теперь он под влиянием! С этим нужно что-то делать! Чего звали? Короче, Макс, есть разговор! Мы с Софи заметили, что Тайлер тобой пользуется! Последнее время не все говорят, что мной кто-то пользуется! Но не мы точно! Ты же наш друг! Да, он тебя обманывает! Но зачем? Чтоб ты ему давал деньги! Ты так и не понял, что пацанов с другого класса нет! И правда, я даже не знаю, кто эти пацаны! Он все это придумал, якобы защищая тебя! Ты должен перестать ему давать деньги! Хорошо! Спасибо, что предупредили меня! Отлично сработано, подруга! О, Макс, дружище! Короче, это беда! Что случилось? Короче, эти пацаны поняли, что у тебя есть деньги! И теперь им нужен электросамокат! А по-моему, ты мне врешь! Я? Да с чего ты взял? Как я могу врать своему другу? А Софи с Рэйчел говорят, что ты все выдумал! И ты поверил, что я могу обмануть своего друга? Ну... Понятно! Ладно, пойду передам пацанам, что ты отказался! Эй, стой! Ты правду говоришь? Ну, конечно! Зачем мне тебе врать? А Софи с Рэйчел просто хотят нас поссорить! Что-то я запутался! Макс, они специально наговаривают на меня! А я так и знал! Ну так что там с самокатом? А, да, сейчас! Братан, ты лучший! Ну что, поговорил с ним? Да, как я и говорил! Он мой друг! И не стал бы меня брать! А вы просто наговариваете на него! Макс, ну он специально это к тебе сказал! Ну, конечно! Так, стоп! Я уже запутался! Ничего не понимаю! Не надо ничего понимать! Мы же тебе помогаем, а не он! Слушай, Макс! А, пришел! Что, снова деньги нужны? Тебе какая разница? Вот видишь, он тобой пользуется! И это ты мне говоришь? Мы хотим помочь Максу! Как? Потратить все его деньги на ваши желания? Чего это наши? Макс тоже этого хотел? Ага! Вот зачем ему целый дом и кинотеатр? Скажи ему! Макс, да они тобой пользуются! Макс! У меня появилась гениальная идея! Целый научный комплекс в колледже! Ааа! Отставьте от меня! Макс, нужны деньги! Чего уставились? Я знаю про дом! И дискоклуб! Ааа! Я запутался! Кому верить? Макс, что с тобой? Ты так бежал по улице, что я еле догнала! Лейла, я запутался! Я не знаю, кому верить! Все говорят одно и то же! Ты говоришь, что Рэйчел Софи мной пользуется! Они говорят, что Тайлер! Ну вот, я тебе говорила, а ты мне не верил! Что мне делать? Ну, есть один вариант, после которого ты мне точно поверишь! Какой? Я уже на все готов! Тогда слушай! Ты все испортил! Я? Это вы его заставляли всякую ерунду покупать! Ой, типа ты лучше охранник, блин! Так, тихо всем! Я из-за вас вообще вряд ли на мотивы полечу! Макс, дружище! Короче, я принял решение! Макс, я знала, что ты сделаешь правильный выбор! Да, ты понял, что эти змеи тобой пользовались? Отстаньте от него! Макс, целый научный комплекс, представь! У меня больше нет денег! Как это нет? Вот так! Я отдал все деньги в приют для животных! Вот об этом я и говорила! Потратишь деньги непонятно куда! Да! Какая разница? Вы же со мной дружите не из-за денег! Ах, короче, понятно! Всем до завтра! Пока! Ну ты! Латар, я тебя другом считал! Да ты! Спасибо тебе, Лейла! Прости, что сразу не поверил! Да ладно! Для этого и нужны настоящие друзья! Если бы не ты! Забей! Пошли! Ну, вот и все! А я уже думала, что жизнь в сказку превратилась! Вы теперь каждый день будете писать контрольные! А чего все сразу? Это они виноваты! Ботан, ты где машину взял? Купил! Но ведь у тебя нет денег! Я соврал! Я не все деньги отдал в приют! Дружище! Ага! Теперь я знаю, что вы все пользовались мною! Ну хоть остался дом с дискоклупом! Ага! А, и еще! В доме все остальное я продал! Нееееет! Лузеры, никогда не заберете! У нас мяч! Ага! Дай мне мяч! Подайте! Ну, пожалуйста! Я тоже поиграю! Пожалуйста, ребята! Виолетта, любимая, лови! Ой, и ты лови, любимый! Ну, подайте мячи! Да, мы же тоже хотим поиграть. Нет, конечно, еще мы мяч не отдавали ботанам. Но мисс Мэйди сказала, чтобы мы все играли. Только ботаны слушают кучилок, а такие крутые ребята, как мы, нет. А вы словите, вот-вот. Хорошо, что я выспалась вместо того, чтобы проводить этот урок. Нужно будет почаще так делать. Нет! А что это вы тут так расшумелись? Мисс Мэйди, скажите им, что вы дали нам поигранал. Вы же уже взрослая. Что, нельзя решить эту проблему? А для нас нет проблемы. Так, все, урок окончен. О, как хорошо, можно сваливать. Мисс Мэйди, а можно мы с Розей немножечко поиграем? Ладно, играйте, только недолго. Ох уж эти ботаны. Хотя, я и раньше сама такой была. Спасибо. Лови! Любимый, ты не забыл, какой сегодня день? Конечно, не забыл. Наша годовщина. Какой ты у меня молодец. Конечно, ты меня за месяц до этой даты каждый день напоминала. Правильно. Вы, мужчины, постоянно что забываете. Да, да. А вообще, я тебя так сильно люблю. Давай быстрее подарочек. Не пойму, почему только мужчины должны дарить подарки в такие дни? Да что там, что там? То, о чем ты меня давно просила. Надеюсь, что тебе повезло, и ты угадал с подарком. Знала бы ты еще, сколько я денег потратил. Что это, Кевин? Ну как, сумочка? Это же не самая новая коллекция. И что? Я и так потратил почти все карманные деньги. То есть тебе еще и денег на меня жалко. Все, ты меня не любишь. И куда ты? А я не хочу быть на свидании с парнем, который меня не ценит. Да уж, по-другому я себе представлял это свидание. О, же эти сбалованные девушки. Как же мне все-таки не повезло, что я ботанша. Так хочется быть популярной и крутой, как Бритни и Виолетта. Еще эти прыщи ужасные. Наверное, мне никогда не стать такой, как мои одноклассницы. Ты можешь вообще нормально объяснить, что произошло? Ты просто представляешь, он взял и подарил мне эту дешевку. Не знаю, нормальная вроде сумочка. И ты туда же. Я хотела другую. Из самой новой коллекции. Но он же и так старается для тебя покупать все, что ты захочешь. Значит, мало старается. Привет, девчонки. Ботанша, ты не видишь, мы разговариваем. Ага. Ну, я просто хотела спросить. Давай только побыстрее. А вы можете мне рассказать свои секреты красоты? Секреты красоты? Ну, да. А тебе это зачем? Ну, я тоже хочу стать такой популярной, как вы. Секрет всего лишь один. Нужно просто родиться красивой и крутой. То есть у меня нет никаких шансов? У тебя... Точно нет. Но мне... Мне так хотелось. Да уж, захотела она резко красоткой стать. Повезло нам все-таки с тобой, что мы такие классные. А сейчас можем продолжить наш разговор. Я тоже хочу быть красоткой. Розик, что-то случилось? А, приветик. Да нет, все хорошо. Ну как же, почему ты тогда плачешь? Да не важно. А, если ты не знаешь, какую новую книгу выбрать, то я тебе помогу. Да при чем здесь книга? Я хочу стать, как Виолетта и Бритни. Такой же глупой. Да нет. Такой же красивой и популярной. Но зачем тебе это? Ты меня не поймешь. Ты и так самая лучшая. Это все не то. Порой этих девчонок так трудно понять. Мама, ну успокойся. Ну ты лучше. Зачем тебе это? Что, Рози? Рози, ты уже успокоилась? Да, сделаю все, как ты сказал. Не буду забивать себе голову ненужными вещами. Виолетта, посмотри на этих. Да, это влюбленная парочка ботанов. Эй, лузеры, сколько вы там уже встречаетесь? Мы не встречаемся. Мы просто друзья. К сожалению, да. А мне так хочется быть с этой Розей. И да, Рози, ты уже не думаешь, чтобы стать красоткой? А то тебе уже ничего не поможет. Как они меня достали. Очередной бесполезный день в этой школе. О, Кевин пришел. Всем доброе утро. Кевин. Почему Рози нравится Кевин, а не я? Псс, Виолетта, а вы до сих пор не общаетесь? Нет, конечно. Я не собираюсь сделать первый шаг. Да уж, и все из-за какой-то сумочки. Эх, вот бы мне стать красивой и встречаться с Кевином. Всем доброе утро. Опять приперлась. У меня для вас есть отличные новости. Все уроки отменили, что ли? Тоже мне смешная шутка. Нет, конечно. Но уверена, что вам понравится. Ну, говорите, нам же интересно. Мы на совещании с другими учителями решили провести для вас школьный бал. Да уж, очень интересно. И каждый из вас может привезти туда свою пару. Это же шанс на тихие отношения с Розей. Ну, и когда это будет? В конце этой недели. И не забудьте про дресс-код. Красивое платье и костюмы. Ладно, покупать крутые новые шпутки я люблю. Рози, ты же сходишь со мной потанцевать? Посмотрим. Я точно ей нравлюсь. Ну, хорошие новости на этом закончились. А сейчас начинаем наш урок. А, опять? Достала эта школа. И меня. Так, готовьте тему 10 и 11. И я хочу первой отвечать. И что же мне выбрать? Так. Виолетта, сколько можно тебя ждать? Мы уже целый час назад должны были пойти гулять. А, ты что не понимаешь? Мне срочно нужно выбрать платье. Зачем выбирать наряд на бал, который будет в конце недели? А, ну как зачем? Потому что настоящие красотки готовятся заранее. Ладно, ну и с кем ты собираешься туда пойти? Как с кем? С Крэвином, конечно. Но ты же с ним поссорилась. Как поссорилась, так и помирюсь. А ты уверена, что у вас опять может быть все хорошо? Конечно. Пройдет день, и он сам ко мне прибежит. А вот я не знаю, что мне делать. Не знаю, что надеть, и я тебе могу одолжить какое-то свое платье. Причем здесь это? Просто я даже не знаю, как это сказать. Говори быстрее, я же твоя подруга, все пойму. А я вот думаю, а что, если мне пойти на бал с Дэном? С нашим Батаном. Ну а что, он вроде симпатичный. Ну и самый умный, конечно же. Ну, не знаю, делай, что хочешь. Ну, спасибо, подруга. Помогла, конечно. Лучше ты мне помоги. Какое платье все-таки лучше выбрать? Может, это? Да, оно мне идет. Или лучше это? Нужно будет все-таки сходить в магазин и купить что-то новое. Ай, куда пошел этот Дэн? Мы же с ним в школу опоздаем. Так, а вот и я. И куда ты ходил? Я решил, что хочу тебе помочь. И одолжил это у мамы. Что это за коробка? А, там лежат всякие штуки для красоты. Я пару раз видел, как она это делает. Так что, думаю, справимся. Ты правда поможешь мне стать красоткой? Ну, конечно. Ради тебя я на все готов. Столько непонятных штук. Я тоже не особо разбираюсь. А, что это вообще за штуки желейные? Ну, вообще, мама это клеит под глаза. Ух ты, сейчас попробуем. Не понимаю, зачем это? Ну как, я стала красивой. Мне кажется, что-то пошло не так. Посмотри на себя в зеркало. Секундочку. Да. А, блин, у меня же аллергия. Аллергия. Так, давай, может, тебя накрасим. Но я не умею ей пользоваться. Ну, давай, я попробую тебя накрасить. Ах, ладно, давай. Так, почти готово. Ну что, я стала уже красивой. Честно говоря, получилось не очень. А, опять? Что с этим делать? И в школу еще пора. Ну, ты все равно для меня самая лучшая. Ну, ладно, что-то придумаем. Ну, и зачем ты меня сюда позвала? Ну как, я думала, ты хочешь со мной поговорить. Я с тобой? Ну да, мы же вроде как поссорились. Это ты начала возмущаться, что я тебе подарил слишком дешевую сумочку. Но ты же меня очень сильно любишь и хочешь извиниться, правда? Не буду я с тобой мириться первым, потому что я не виноват. Как с этими мужчинами сложно. Потому что знаю, что в следующий раз будет так же. Ладно, сделаем вид, что ты очень сильно просил меня помириться. Опять ты все решила за меня. Любимый, ну не злись. Лучше закажи мне что-то покушать. С этими девушками так трудно. Ладно, официант. Я знала, что он с одной помирится. Официант? Где же он? Не пойму, что за обслуживание? Наконец-то вы помирились. Люблю своих Виолетту и Кевина. Ну, Кевин мне подарил огромный букет и очень просил, чтобы я его простила. Ух ты, Кевин, ты такой романтик. Не то слово, я и сам этого не знал. Вот так, да, и теперь у нас все хорошо. Опа, Танша, а ты сделала домашку, а то урок скоро начнется. Да, а то мне тоже нужно. Да, конечно. Странная она какая-то. Угу. Вот, держите. А что с тобой? Почему ты прячешься? А, нет, все хорошо. Постой-ка. Что ты делаешь? Стой, ты с тобой. И что ты сделала со своим лицом? Это не смешно. Походу, у кого-то были попытки неудачного макияжа. Если ты думала, что тебе это поможет, то ты ошибаешься. Вы знаете, что вы, вы... Вот это она смешная, не то слово. И вообще, зачем она вздумала быть красоткой? А мне ее даже жаль немного. Ну а что, это ее выбор, читать много книг. А вот мы с рождения классные. Да-да. Ну не знаю. Так, любимый, зачем она вообще тебе нужна? Ну, не плачь, что уже случилось? Ну можешь рассказать? Не плачь, у тебя сейчас вся косметика растечется. Успокойся. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Что придумаем? Ну, не знаю. И вообще, ты и так красивая. Ага, а надо мной все смеялись. Да потому что они не понимают, что ты лучше их. Ладно. Ну, давай еще попробуем какие-то штуки для красоты. Что-то мне уже не хочется экспериментировать. А вдруг все станет намного лучше? Эх, ладно, мне уже нечего бояться. Вот и хорошо. Так, посмотрим, что тут у нас. А что это за белая баночка? Крем для какой-то депиляции. И что это такое, ты знаешь? Я, конечно, умный, но в терминах по красоте я не особо разбираюсь. Эх, ладно. Если это крем, значит нужно мазать на лицо. Ну, давай. Надеюсь, получится круто. Да, подождем на всякий случай пару минут. Эх, я уже чувствую, как стою красоткой. А теперь смывай. Ну, показывайся, красотка. А где твои брови? Что? Что-то не так? Такое чувство, что их почти что нет. Как это? Кажется, я понял, что такое депиляция. Ааа, половина моей брови просто выпала. Ааа, что теперь? Что же мы наделали? Ааа, все пропало. Рози, постой. Ааа, какая же я все-таки красивая. Да, только ты на свою красоту тратишь кучу времени. А ты вообще видела, на что похожа эта ботанша? Да, все ее попытки стать красивой были провалены. Понятное дело. Такими, как вы, нужно родиться. И никакие макияжи ей не помогут. О, да. Бридни, подай мне, пожалуйста, какой-то красивый лак. Угу. Секунду. Этот. А то и мои ногтики должны быть самыми красивыми. Да, да, я все понимаю, подружка. А вообще, ты же вроде опаздываешь на свидание с Кевином. Ааа, я решила, что никуда не пойду. Чего это? Ну как, нужно, чтобы парень скучал и ждал встречи с тобой. Мне кажется, или Кевин просто разозлится. Не знаю, посмотрим. Виолетта, Виолетта, у вас и так с ним не очень все хорошо. А что, скажу, что хотела уделить время себе. Да, бедный Кевин. И вообще, это же хорошо, что я пойду голеть с тобой вместо Кевина. Ааа, и где же эта Виолетта? Я устал ее ждать на улице целый час. Все, я этого не выдерживаю. Я ухожу, а там пусть сделает все, что хочет. Кевин, ты вообще-то мне мешаешь. И что, я хочу хоть как-то развлечься перед уроком. А вообще, ты не знаешь, где вчера была твоя подружка Виолетта? Да, вроде бы на свидание с тобой собиралась. Ага, я тоже так думал, но прождал ее час и все без толку. Ну, не знаю, может у нее что-то случилось. Ага, знаю я ее, случилось. Да, вот это Виолетта попала. Всем доброе утро. Ну, привет. Любимый, как у тебя настроение? Как у меня настроение? Виолетта, ты еще и спрашиваешь? Ага. Ты лучше мне скажи, где ты вчера была вместо нашего свидания? Ой, я совсем забыла. Ты же не злишься. Да уж, эти их разборки. Ты же у меня самый лучший. Я не злюсь, но больше за тобой бегать не собираюсь. Достала. Ну и вали. Виолетта, ну я же тебе говорила. Так, Бритни, не влезай. Он еще ко мне вернется. Да уж, после такого и отношений не хочется. Ой, как же я устала прятаться. О, ботанчик, можешь уже не прятать свое лицо. Все и так уже привыкли, что у тебя ужасный макияж. Лузерша. Как они меня достали. О, а если на этот раз у нее что-то новенькое? Да-да, сейчас посмотрим. Эй, перестаньте. А что с твоими бровями? Ты что, решила их высветлить или половину выщипать? Да какая вам разница? Да, походу ты решила кардинально сменить свой имидж. Эх, жаль, что все твои старания впустую. Это не смешно. Какая же ты неудачница. Вы, вы. А может, все-таки стоило ей помочь? Да нет, пусть дальше нас развлекает своими смешными нарядами. Да, а кстати, что ты помнишь делать с Кевином? Да какая разница, потом что-то придумаю. Не хочу сейчас забивать себе этим голову. Ну, как хочешь, смотри только, чтобы вы окончательно не поссорились. Как же я люблю школьную библиотеку. Только скоро я перечитаю все, что тут есть. Нужно читать помедленнее. Привет, Дэд. Родя, что такое? Почему ты опять плачешь? Все как всегда. Эти популярные девчонки смеялись надо мной. Я уже не знаю, что с этим делать. И денег на салон красоты у меня тоже нет. Ну, не расстраивайся. Не плачь, ты и так самая красивая девушка в этой школе. Вот, держи. Жаль, что другие не видят, что я хорошая. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Наконец-то я могу в спокойствии покушать. И никто мне не мешает, не кричит. О, любимый, как я знала, что ты здесь. Да, по ходу с тем, что я покушаю спокойствие, я погорячился. Я так по тебе соскучилась. Чего тебе? Я тут хотела извиниться, что не пришла на свидание. Ага, а потом своим подружкам опять расскажешь, что это я извинялся. Ой, да какая вообще разница? Ну да, действительно, вообще никакой разницы нет. Главное, что мы с тобой вместе. А я не хочу больше быть с тобой вместе. А, Кэрин, не будь таким упрямым. А, как ты меня достала? Даже покушать нормально не даешь. И вообще, ты же знаешь, что такую красотку, как я, больше не найдешь. Ага, ладно, я даю тебе последний шанс стать нормальной девушкой. Ммм, спасибо, ты у меня самый лучший. Теперь можно я хоть доем этот бургер? Да-да, конечно, я же тебе не мешаю. Ой, я так рада, что мы с тобой вместе, вообще так все классно получается. Мы даже никогда не ссоримся. Фух, хорошо, что тут никого нет. Наконец-то можно побыть наедине сама с собой. Ой, а еще можно спокойно поплакать. Первым делом нужно проверить тетрадки. Рози. Ой, мисс Мэдли, я, наверное, буду мешать вам работать. Нет-нет, почему ты плачешь? Ха, ты мелочи. Так, рассказывай, что случилось. Мне как-то неловко. И вообще, зачем это вам? Ну-ка, ты же лучшая ученица нашей школы. И я за тебя переживаю. Дело в том, что я хочу стать такой же красоткой, как Виолетта и Бритни. Понимаете? Но зачем тебе это? Ну-ка, меня достало то, что я ботанша. Эх, я тебя понимаю. Потому что я сама такой была. В каком смысле? Слушай. Ха-ха, вот тебе получай, ботанша. Луся, шайкастая. Ха-ха, вот тебе на, получай. Ха, будешь знать, как читать свои книжки. Ха-ха. Ну, я же ничего такого не сделала. А, читай книжки свои чаще. Вот ты мне скажи, как можно быть такой ботаншей? Ха-ха-ха. И что? Я просто люблю читать книжки. Ха-ха-ха. Да уж тебе никогда не стать красоткой. А, вот и увидишь, стану. Все, что ты можешь, это получать бумажками по голове. Я вам еще всем покажу. Ха-ха-ха. Лузерша. Ха-ха-ха. Ну, как-то так. И что вы сделали, чтобы стать популярной? Это, конечно, секрет, но мне помогла моя бабушка. Ну как? Ай, у меня нет времени на объяснение, просто вот. Вот, в этой шкатулке лежит средство, которое сделает из тебя красотку. Мне не верится, что такое может быть. И это еще не все. У меня сегодня просто какой-то волшебный день. Ой, а это мой маленький подарочек. Откроешь его, когда станешь красавицей. Мисс Мэдди, вы самая лучшая учительница. Ах, не думала, что мне поможет учительница. Ай, как же я рада, что смогла помочь этой ботанше. А вообще, было бы неплохо сейчас вернуться в свои школьные годы. Ай, интересно, что там такое? Открывай быстрее. Надеюсь, это поможет. А где ты вообще взяла эту шкатулку? А это мне дала мисс Мэдди. Сказала, что ей когда-то это помогло. Ладно, пробуй. Так. Рози, сработала. Ты стала такой красоткой. Правда? Тебя прям не узнать. Еще и кожа такая красивая и гладкая. Спасибо, мисс Мэдди. Стоп, тогда что в пакете? Ну и что там? Ух ты! Это же платье моей мечты! Я уверен, что ты на полу будешь самая красивая. Ага, еще и синий цвет, мой любимый. Так, беги быстрее переодевайся, а я тебя тут подожду. Хорошо. Какая же она все-таки красивая. И как круто, что совсем скоро она станет моей девушкой. Так, любимый, у меня к тебе есть серьезный разговор. Ну давай, говори. Мы с тобой так давно не выходили никуда гулять. Ага, если кто-то вовремя приходил бы на свидание, мы бы проводили время интереснее. Так, ты же мне пообещал больше не поднимать эту тему. Ага, ты первая начала этот разговор. И вообще, не кричи на меня, я девочка. То есть тебе можно на меня кричать, а мне нет? Да, и вообще, ты мне должен уделять много времени. Я девочка, и что, что я вовремя? Постоянно орешь, никогда не приходишь вовремя на свидание. И вообще себя ведешь, не пойми как что. Да ты мне, ты мне, ты мне, ты мне. Всем привет. Рози? Да, я. Ботанша, что это с тобой такое произошло? А ты что думала, что я без твоих советов не справлюсь? Как это вообще возможно? А это уже не твое дело. Так, ты все равно никогда не будешь лучше меня. Рози, ты такая красивая сегодня. Ой, спасибо, Кевин. Кевин, ты что, совсем обалдел? А что, она действительно сегодня хорошо выглядит. И тем более, мы поссорились. Вот они поссорились. И вообще, я что, не могу сделать другой девушке комплимент? Не можешь, потому что я здесь самая красивая и самая лучшая. Понятно? А не слишком ли много ты на себя берешь? Нет, я не самая красивая и самая лучшая. Зачем ты вообще разговариваешь с другой девушкой? Ботанша, мне в библиотеку пора. Ты меня девушку, ты не лучшая. Да досталась, да? Надеюсь, что Кевин меня заметила. Я хочу, я общаюсь с тобой. Да ты меня не досталась. Это Ботанша, мне все испортила. Я пришла, нормально разговаривала с Кевином. А она пришла и все испортила мне. Вот так же это все. Да, Виолетта сегодня в плохом настроении. Да сколько можно уже? Я тут лучше всех. Понятно? Как меня сегодня все раздражает? Подружка, успокойся. Да ты вообще понимаешь, что я не могу без Кевина. Но ты же сама говорила, что он всегда к тебе возвращается. Ага, говорила. Только боюсь, в этот раз мы поссорились окончательно. Но есть же куча других классных парней. Да? И каких, например? Ну не знаю, найдем кого-то. Ты же вон, смотри, какая красивая. Я не хочу кого-то. Я хочу именно Кевина. А я ей говорила. А еще он засматривался на эту нашу Ботаншу. В смысле, на Розе что ли? Она же самая обычная. Ага, а теперь необычная. Я не знаю, как у нее это получилось. Но теперь она намного симпатичнее. И что? Ты же все равно лучше. Да что же ты за подруга такая? Ты меня совсем не понимаешь. Что ты делаешь, Виолетта? А то, на что ты заслужила. То есть я, получается, еще и плохая подруга? Ну да. Я и так выслушиваю все твои скандалы. Ха, я еще и скандалю, значит. Ну все, уходи. Ты мне больше не подруга. Ах так? Ну и ладно. Только если вдруг тебя опять что-то будет не устраивать, ко мне не прибегай. Никому я не нужна. Почему меня все не любят? Ладно. Я обязательно еще с ними помирюсь. Как хорошо быть не только умной, а и красивой. Нужно будет обязательно отблагодарить мисс Мэдди. Фу, Рози, и ты здесь. Привет. Можно я покушаю с тобой за одним столиком? Ну, конечно. Только это так странно. И что тут странного, не пойму. Ну, как? Ну, ты красивая девушка, и я просто хочу посидеть рядом. Ты правда думаешь, что я красивая? Да, даже лучше, чем эта, Виолетта. Ну, она же твоя девушка. Угу. И самая популярная в этой школе. Да какая разница вообще? Теперь это бессмысленно. Чего это? А мы с ней расстались. Это получается тебе не с кем пойти на школьный бал? Как это? Есть. Жаль. И это ты. Ты со мной на бал? А ты что, против? Да нет, я только за. Вот и хорошо. Только что скажут остальные? И Виолетта. Да мне все равно, что скажут остальные. Главное, что ты рядом. Как же мне с тобой повезло. И мне. И мне. Так, нужно начинать срочно подготовку к балу. А у меня столько работы. Мисс Мэзи, я к вам. Ой, Роди, присаживайся. Я к вам по важному делу. У тебя что-то опять случилось? Нет, нет. Наоборот. Я хотела вас отблагодарить. Это так неожиданно. Спасибо тебе. Благодаря вам я стала красивой. И теперь я с Кевином. А как же, Виолетта? Она разве не против? Да какая разница? Нам все равно. Ну ладно, главное, что ты счастлива. Я пойду, а то нам еще с Кевином столько всего нужно сделать. Да-да, встретимся на балу. Ой, хорошо. Все-таки делать людям добро. Вот и настал тот момент признаться Розе в чувствах. Дэн, а что ты тут делаешь? Привет, чувак. Это что тут делает Кевин? Ну как, он пригласил меня пойти с ним на школьный бал. Да-да. А, прикольно. А ты что тут ждешь? Да, Дэн. Да так, думал, вместе с тобой пойду, Розе. Да мы же просто друзья. Да, точно. Пригласи лучше Бритни. Кевин, ну она, наверное, не согласится с ним пойти. Розе, я знаю, что я говорю. Бритни? Да она никогда даже не посмотрит на меня. Мне Виолетта говорила по секрету, что она хотела пойти с тобой на школьный бал. Я с ней не может быть. Чувак, будь уверен в себе. Дэн, я знаю точно, что у вас все получится. Так, Дэн, что тут думать? Беги и спрашивай ее. Ага, я убежал. Он такой смешной. Надеюсь, что Бритни не откажет ему. Не откажет, не переживай. А нам уже пора идти. Кто это пришел, интересно? Дэн? А ты что тут делаешь? Привет, Бритни. А ты чего пришел? А ты почему еще не собрана? Совсем скоро же, начало балла. А, я решила туда не идти. Тогда все, ничего не получится. Что ты имеешь в виду? Я просто хотел, чтобы мы пошли вместе. Что? Ты правда этого хочешь? Ну да, ты наверное против. Я просто думала, что ты поведешь свою батаншу Рози. Как видишь, я здесь. Ну, думаю, мне пора. Эээ, Дэн, стой. Что? А ты подождешь меня пару минуток? Тебя? Хоть вечность. Эээ, я быстренько. Нет. Только переодеться. Это лучший день в моей жизни. Ну что, через пару минут начнется этот прекрасный балл. Так, походу, я первая. Так, Виолетта, проходим в зал, потому что скоро уже начало. Так, тут неплохо. Мисс Мэдди, а Кевин еще не приходил? Нет, нет. Все должны быть как раз с минуты на минуту. Вот и хорошо. А то я не успела с ней помириться. Думаю, сделаю это сегодня. Здравствуйте, мисс Мэдди. Ребят, я так рада вас видеть. Как вы тут все красиво украсили. Ой, я старалась. А ты отлично выглядишь. Все благодаря вам. Ну, мы пошли, да. Так, осталось еще двоих дождаться. И можно начинать. Так, стоп. А чего это Кевин пришел вместе с этой батаншей? Да, Роза, ты очень хорошо выглядишь. Ой, Кевин, ты мне так много комплиментов делаешь в последнее время. Кевин! О, Виолетта, не заметил тебя. Привет. Ты ничего не перепутал? Ты вообще о чем? Ты почему пришел вместе с этой батаншей? Выбирай выражение. А ты вообще заткнись. Так, Виолетта, мы с тобой расстались. Так что не мешай мне проводить время с моей новой девушкой. Вот-вот. Ах так? Ну, хорошо. Кевин, мне показалось, или ты назвал меня своей девушкой? Нет-нет, Роза, тебе не послышалось. Я надеюсь, ты не против? Я только за. Ну, ничего. Сейчас придет Бритни, и мы вместе им такое устроим. Ай, ребята что-то задерживаются. Добрый вечер, мисс Мэдди. Как хорошо. Мы ждали как раз только вас. Мисс Мэдди, вы сегодня невероятно выглядите. Ой, Дэн, ты такой джентльмен. Ладно, проходите. Через пару минут начинаем. Бритни, мне срочно нужна твоя помощь. Чего тебе? Нужно срочно сделать так, чтобы Кевин пожалел, что он выбрал не меня. Ой, Кевин, ты у меня такой смешной. Вот видишь, они еще смеются с каких-то шуток. Так, Виолетта, я больше в этом не участвую. Это еще почему? Ты сказала, что я тебе больше не подруга. О, это же шутки. Так, Дэн, пошли скорее от нее. Ах так, ну я еще придумаю, как испортить вам всем этот балл. Друзья, это она вообще виновата. Так, ладно, ну что, ребят, вы готовы начинать этот балл? Сейчас для вас мы включим самую классную музыку и посмотрим, какая пара из вас лучше. Ну что, Рози, ты готова танцевать со мной? С тобой всегда готова. Я не умею двигаться. Сейчас всему научимся. Ну что, музыку для невероятных пар. Ай, какие они все милые. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пасуй, я тут. Поп, поп, поп. Бросай мне. Я вас люблю. Дай, давай, давай. Короче, сейчас. Что-то случилось? Воды дайте. Ну, рассказывай. В общем, я такое узнала, вы сейчас обалдеете. Так говори. У нас в классе будет новенькая. Тоже мне новость. Я думала, что это реально важное. Да подождите. Смотрите, кто новенькая. Бурица. Самая красивая блогерша. Мне нужно срочно поправить макияж. Мне нужно срочно подкачаться. Она должна меня заметить. С нами будет учиться Луиза? Я ее так люблю. Ой, Батанша, она даже не заговорит с тобой. Это еще почему? Да ты себя видела. Нормально все со мной. У меня бабуля лучше одевается, чем ты. Она точно обратит внимание на мои бицепсы. Не хочу тебя расстраивать, но таким девочкам, как она, нравятся красавчики. Ты где здесь красавчика увидел? В зеркале. Ну, как я выгляжу? Ну, давай подправлю. Вот теперь отлично. Спасибо. Ребята, знакомьтесь. Это... Луиза! Мои поклонники. Все, ребят, садимся. Начинаем урок. Луиза, садись возле меня. Луиза, возле меня есть свободное место. Если сядешь возле меня, покажу свои бицепсы. Она сядет возле меня. Тихо всем. Так, Луиза, садись возле Райчел. Ай-яй-яй. Привет. Я смотрела все твои ролики. О, круто. Она со мной заговорила. Кто бы мог подумать, что в нашем классе будет учиться самая красивая и популярная девочка. Да. И скоро я буду ее парнем. А чего это ты? Ты видишь тут кандидата получше. Ты на него смотришь. Я только вижу недалекого качка. Что ты сказал? Что ты сказал? Я тебе сейчас в узел завяжу. Луиза, садись возле нас. Лучше садись возле самого красивого парня в школе. Если хочешь, чтобы тебя постоянно носили на руках, садись возле меня. Эх, такая популярная девочка вряд ли захочет дружить со мной. Садись возле меня. Зачем тебе эти мальчики? Эээ, слушай, может, давай я тебя научу нормально краситься? А что? Блонди! А что, тебе очень красиво? Да посмотри, на кого я похожа. На какого блоуна? Который в цирке. Ты с ума сошла? Она идет ко мне. Можно я вот за тебя саду? Да, конечно, садись. А ты чего одна сидишь? Я люблю посидеть в тишине. Эх, как я тебя понимаю. Знаешь, мне очень нравятся твои видео. Я все пересмотрела. Да, ты мне это уже говорила. Ну да. Можно я поем? Не люблю, когда мне в рот заглядывают. А, да, прости. Ты сейчас меня сфоткала? Я? Нет. Ну я же видела. Ну прости, всегда хотела фотку с тобой. Луиза, ты чего сидишь с ней за столом? От нее же воняет. Ничем это мне не воняет. Воняет занудством. Сестренка, пойдем кушать. Спасибо, я не голодная. Ты чего такая грустная? Что-то случилось? Да мне уже надоело, что одноклассники смеются с меня вечно. Сестренка, просто ты не такая, как все. Ты особенная. Чем же я особенная? Ну ты просто очень умная. А люди не любят умных. Не вижу в этом никакой логики. Просто ты не понимаешь еще этого. Не переживай. Вот подрастешь, поймешь. Вот ты мне скажи, ты уже взрослый, учителем работаешь. Тогда почему ты до сих пор живешь с родителями? Хороший вопрос. Хм, не такая, как все. Точно, мне просто нужно быть такой, как все. Вам не кажется странным, что мы следим за ней? А как мы еще узнаем, где она живет? Просто спросить. Это как-то странно будет. Тихо вам, пошли. Ну и что дальше? Ну нужно постучать. А что мы ей скажем? Не знаю. Ребят, а вы что тут делаете? О, Луиза, а ты что здесь живешь? А мы так просто гуляли в моем дворе. А мы не знали, что ты тут живешь. Красивый дом. Спасибо. А можно нам в гости к тебе? Я вообще-то сегодня не ждала гостей. Но если уже тут, проходите. Какой большой дом. А твои родители не будут против, что мы пришли? Я уже давно не живу с предками. Ты живешь одна в таком большом доме? Ну да. Круто. Ладно, вы тут пока располагайтесь. Я сейчас приду. Луиза, сколько у тебя крутой косметики? А сколько еды в холодильнике? Слушай, Луиза, а давай поносить. Ребят, я тут вспомнила. Мне уходить нужно. Как жаль. Да, и вернусь не скоро. Плохо. Мы хотели с тобой потусить. Ну раз ты уходишь. Ладно, Луиза, будь вежливой. О, это то, что нужно. Ребята, я вернулась. Алло. Ты так долго? Мы тебя ждали. Я вижу. Ой, уже поздно. Мне домой пора идти. До завтра, Луиза. Круто потусили. Сейчас придет Луиза, увидит мои банки и втюрится в меня. Ой, мечтай. Работай. Мы должны быть идеальными, чтобы Луиза с нами дружила. Может, здесь какой-то другой способ? Всем привет. Первый раз вижу тебя с гантелями. А не с книгами. Да, я вообще всегда занималась спортом. Что, правда? Никогда бы не подумал. Да, футбол люблю. А какая твоя любимая команда? Моя. Барса. О, и моя тоже. Как хорошо, что я с братом телевизор смотрю. А ты, оказывается, крутая. Когда не забришь книги. Пацаны, так я же такая, как все. Простая девчонка. Привет, Луиза. Ты тоже пришла позаниматься? Конечно. Чтобы иметь такую фигуру, нужно уделять много времени тренажерам. Это правильно. Поэтому у меня такие бицепсы. Да, крутые. Сколько жмешь? Ну так, вообще сотку. Но могу и больше. Да. По-моему, это не рассчитано для девочек. Эй, мальчики, вы куда? Всегда есть мы. С удовольствием поможем. Мальчики, а как же я? Хм, Рэйшел, а почему ты в спортивной форме? Хотела быть, как все нормальные дети. Ты до сих пор переживаешь из-за этого? Я уже сколько пытаюсь подружиться со своими одноклассниками. А Луиза пришла, и с ней сразу все дружат. Ну, она популярная. Я знаю. Красивая, модно одевается. Одевается. Прости, я просто хотела сказать, что ты обязательно себе найдешь хорошего друга. Хм, модно одевается. Точно.